На минувшей неделе случилось действительно много интересного. Бронированный минивэн из президентского кортежа Аурус Арсенал сбросил завесу тайны, а Минобороны внезапно рассекретило баги Сармат. Другие события под грифом «внезапно» — смена логотипа маркой Лада, а также шпионский скандал, когда секреты Скани и Вольво утекли в Россию. Хотя основную часть итогового выпуска мы посвятим рыночным новинкам, что мощным потоком обрушились на россиян. Это Chevrolet Trailblazer, Kia Cerato и несколько других. И, конечно, прошедшая семидневка подкинула новостей из двух иногда пересекающихся плоскостей — электрической мобильности и коммерческого транспорта. В отличие от седанов и лимузинов «Сенат», минивэны Аурус Арсенал никогда не показывались на выставках. Однако время от времени попадались на дорогах, поскольку небольшой тираж таких машин используется в Федеральной службе охраны. А теперь однообъемник прошел официальную сертификацию, благодаря которой оказались раскрыты все технические характеристики Арсенала. Скажем, теперь мы знаем, что шестиметровый восьмиместный броневик весит почти 6 тонн. Несмотря на то, что по технике минивэн повторяет родственный седан, выпускать такие машины на Илабужском заводе Ауруса не планируют. А значит, этот представитель семейства «Кортеж» адресован строго кремлевскому гаражу. Новейшие баги «Сармат-2» адресованы российской армии. Такие внедорожники засветились на недавних учениях Минобороны. Притом пресс-служба министерства даже опубликовала ролик, посвященный полноприводной новинке. Известно, что автомобиль создан на базе ВАЗовской Нивы, но имеет полностью оригинальный кузов без дверей и крыши. Соответственно, под капотом скрывается 80-сильный движок, с которым состыкована пятиступенчатая механика. Машину, разработанную подмосковным АКБ «Техника», будут использовать штурмовые отряды сил специальных операций. К месту проведения этих операций «Сарматы» можно перебрасывать по воздуху, на внешней подвеске вертолетов. Добавим, что армейская новинка способна перевозить грузы до 600 килограммов. В недавних учениях принимала участие трехместная версия, укомплектованная пулеметами и гранатометами. Следующая новость армейского толка пришла из соседней Украины, где тамошние военные призвали местных промышленников как можно скорее разработать легковой автомобиль повышенной проходимости. С заданием справилась лишь фирма «Украинская бронетехника», выкатившая слегка доработанный «Тойота Хайлакс» под названием «Сайгак». При этом представители компании гордо отметили, что автомобиль удалось создать в рекордные сроки. Кстати, с тюнингом украинской бронетехнике помогла чешская «Гломекс», что давно дорабатывает японские «Хайлаксы» для европейских военных. Такие пикапы поставляются вооруженным силам Польши, Чехии и Словакии, а также македонской миссии ООН. Станут ли «Сайгаки» заменой старым «Вазиком» — не объявлено, но стоит такая машина явно недешево. Впрочем, в последнее время украинские военные не особо экономят имеющиеся бюджеты. Скажем, войскам связи и кибербезопасности приглянулись корейские Kia KM450. Это лицензионная версия древнего американского пикапа Kaser Jeep M715. До конца текущего года должны пройти государственные испытания этой модели. В этом году автомобильные марки бросились обновлять свои логотипы. Дескать, эпохи электрической мобильности требуется новая айдентика. И уж насколько родной автоваз чужд вызовом современности, в Тольятти тоже нарисовали свежее лого. Из стильной трехмерной ладьи времен Стива Маттина сделали почти такую же, но плоскую, так как упрощение и уплощение нынче считаются самыми правильными техниками для обновления эмблем. Любопытно, что двухмерный вариант будет применяться строго на электронных платформах и печатной продукции. А на решетке радиатора продолжит крепиться матиновское исполнение. И это, пожалуй, хорошо. Следующая новость касается российского автопрома лишь косвенно. Оказывается, последние четыре года некий гражданин Швеции, оказывая профессиональные консультации маркам Scania и Volvo, параллельно воровал их секретные разработки. Украденное специалист по компьютерному моделированию сбывал в посольство России, одним из штатных работников которого оказался ни много ни мало действующий сотрудник службы внешней разведки. Кто был финальным получателем секретной информации, не ясно, но логично предположить, что технологии уходили компаниям из автомобильного или военно-промышленного сектора, за что шведский поданный теперь отсидит три года тюрьмы. В России стартовали продажи кроссовера GLE Atlas Pro. От российской премьеры до рыночного дебюта прошла пара месяцев, за которые российский офис принял решение расширить гамму комплектаций. Так, открывающей отныне оказалась назначена версия Luxury вместо исполнения Flagship. В новой базе отсутствует адаптивный круиз-контроль, управление дальним светом и распознавание дорожных знаков. Кроме того, под сокращение попали электропривод двери багажника, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфона. Зато цена на 100 тысяч рублей ниже, так что базовый Atlas Pro стоит 2 миллиона рублей. Напомним, что китайская GLE оказалась первой маркой из массового сегмента, что решилась предложить россиянам мягкий гибрид. Им как раз оказался кроссовер Atlas Pro, то бишь рестайлинговая версия хорошо знакомого всем Atlas. Сам рестайлинг прошел по серьезной программе. К полностью новому передку также прилагается радикально перекроеная карма. Коррекции подверглись даже форма и проем пятой двери, дабы понизить погрузочную высоту. Салон вообще создан заново. Притом китайцы нескромно обещают почти премиальное качество отделки. Создать правильные ощущения помогут обилие мягкого пластика и другие фишки, вроде обивки сидений кожзамов. Вдобавок большая перестройка коснулась подвески. Несмотря на прежнюю архитектуру, большая часть элементов шасси пошла под замену. В настройке подвесочного хозяйства инженером GLE ассистировали англичане из именитой компании Lotus. Под капотом новинки скрывается вольвовская турботройка, на которую навешан 48-вольтовый стартер-генератор. Соответственно, под полом багажника упрятана крохотная батарейка на 8 Ач. Еще одна новость из вселенной кроссоверов. Старт российских продаж Chevrolet Trailblazer. Притом переднеприводная версия со 150-сильным турбомоторчиком оценена в те же 2 миллиона рублей. Да-да, с весны 2019 года под именем Trailblazer скрывается не только 5-метровый рамный внедорожник, но и заурядный паркетник с обычным несущим кузовом и 20-сантиметровым дорожным просветом. В базовое исполнение включены 6 подушек безопасности, камера кругового обзора и продвинутый комплекс ездовой электроники. А еще нам положен пакет для плохих дорог, то есть защита картера и усиленная подвеска. К последней бонусам идет увеличенный клиренс. С клино-ременным вариатором дружит только передний привод, а к трансмиссии 4х4 прилагается 9-ти диапазонный автомат. Мотор всего один, объемом 1,3 литра. На наш рынок будут поставлять машины южнокорейской сборки. Некоторое время назад российский Volkswagen пообещал вернуть кросс-универсал Passat Alltrack. И вот у дилеров снова можно купить пятидверный вариант бывшего бестселлера. Притом, чистопородной немецкой сборки. Версия заявлена только лишь одна. С двухлитровым мотором, с семиступенчатым преселективом и полным приводом. Комплектация тоже одна, но максимально упакована. С восемью подушками, трехзонным климатом и прочими излишествами. Из интересного подметием сервопривод пятой двери, фирменную адаптивную подвеску, а также внушительный набор опций, включая панорамную крышу, матричные фары и многое другое. Впрочем, даже без допов базовый Alltrack стоит почти 4 миллиона рублей. Напомним, что Alltrack предлагался до 2019 года, а потом тихо ушел. Сейчас возвращается рестайлинговая версия, поскольку за время своего отсутствия универсал успел пережить обновление. Продолжим обсуждать рыночные новинки. В России начались продажи рестайлинговых седанов Kia Cerato. Обновление принесло модели другие бамперы и решетку, а также новые фонари и фары. А еще именно Cerato первым примерил новую эмблему марки Kia. Дорогим версиям достались большие краны мультимедийной системы и панели приборов. Оба диагональю 10 с четвертью дюйма. Кроме того, в список оснащения вошли доработанный набор систем помощи водителю плюс фирменная телематика. Техника осталась прежней, а вот список комплектаций изменился. Его теперь открывает новое исполнение, что предлагает только пару подушек безопасности вместо шести. Но стартовая цена все равно выросла на 30 тысяч рублей. Остальные варианты прибавили от 40 до 105 тысяч. Вторым свежий эмблему заполучил малыш Soul, для которого вдобавок пересмотрели список комплектаций. Вместо 11 уровней оснащений осталось только 8. Причина проста. Продвинутая медиасистема с 8-дюймовым экраном, интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисами Яндекса, теперь стала стандартным оборудованием для всех средних версий. Цены стали выше на скромные 10 тысяч рублей. Но это сейчас, а с начала года корейский кроссовер успел подорожать аж на 100 тысяч рублей. Дальше последуют новости из мира электрической мобильности. Из китайского порта Сямынь вышел сухогруз, на борту которого находятся более сотни электромобилей Geometry C. Эти машины заказаны клиентами из Белоруссии и Израиля. Напомним, что холдинг G.L.E. некоторое время назад основал дочерний бренд Geometry, под которым решено выпускать самые продвинутые электромобили. Первенцем стал среднеразмерный седан Geometry A, к которому затем присоединился родственный хэтчбэк Geometry C. Оба типичные представители гольф-класса, но пятидверке полагается более мощный 200-сильный мотор. В зависимости от емкости аккумулятора модель может пройти от 400 до 550 километров. Теоретически, если белорусская публика распробует вольтамперную геометрию, то такой хэтчбэк появится и в России. Однако, московский офис G.L.E. пока интересничает. Дескать, в ближайших планах выход электричек не значится. Продолжим разговор об электрическом будущем. Toyota Motor раскрыла новые подробности, касающиеся кроссовера BZ-4X, прототип которого предъявили публике минувшей весной. Теперь объявлено, что будущей новинке достанется сверхвыносливый аккумулятор, который даже через 10 лет сохранит 90% изначальной емкости. Об этом представители Toyota рассказали на конференции, посвященной электрификации. Говоря простым языком, при планируемой дальнобойности на уровне 500 километров, даже спустя десятилетия машина сможет проезжать до 450 верст, тогда как современные электрички теряют примерно четверть от своих возможностей. Между тем, румынская дача не готова заниматься электрификацией своих моделей, поскольку переход на электрическую тягу существенно увеличит стоимость машин. Об этом заявил глава отдела продаж и маркетинга бренда Хавьер Мартине. По его мнению, покупатели дачи не готовы переплачивать по 3-4 тысячи евро за чисто батарейные версии. Но если европейские власти будут вводить штрафы для бензиновых авто, то, конечно, румынам придется наступить на горло собственной бюджетной песни. И еще. Продажник небольшой, но гордой марки, пожалуй, первым во всеуслышание высказал общую мысль, что грядущие нормы Евро-7 чрезмерно суровы. И если новые экостандарты будут приняты, Европу ждет глобальное подорожание машин. Замкнуть недельный цикл новостей традиционно предлагаем грузовыми событиями. Обновление коммерческого транспорта случается редко, а когда происходит, то чаще приносят перемены технического толка. Доказательство тому – Mercedes Sprinter, примеривший свежие конструкторские решения. Так, дизельный двигатель серии OM654, что был прерогативой строго заднеприводных версий, теперь ставится на спринтеры со всеми типами привода. В гамму входят четыре исполнения мотора отдачей от 114 до 190 сил. При этом агрегат получил новое покрытие стенок цилиндров, уменьшающее трение, а также другую систему выпуска выхлопных газов. Вдобавок двухлитровая турбо-четверка сделалась менее шумной и вибронагруженной. Следующий пункт обновленческой программы – внедрение девятиступенчатого автомата взамен семидиапазонной коробки. К слову, на полноприводных машинах первая передача девятиступки замещает отсутствующую понижайку. Но куда любопытнее другое – в систему полного привода оказалась внедрена новая многопозиционная муфта, что способна полностью передавать крутящий момент либо на задние, либо на передние колеса. Наконец, для фургонов отныне можно заказать не сдвижную дверь, а створку автобусного типа, что автоматически распахивается при приближении водителя. И это очень удобное решение для служб доставки. У родной Германии улучшенный Мерседес начнут предлагать буквально через неделю-другую, но до России доедет, очевидно, позже.